Антон Долин или Бэткомедиан? Твою дивизию. Тут, по-моему, все очевидно. Если это последний вопрос, люди встретят мой выбор аплодисментами. Я даже не буду его озвучивать, потому что все будет понятно. А вот ты считаешь Женю Евгена социалистом? И ты считаешь ли ты, что то, что он делает в контексте разборов фильмов, в контексте того, как он препарирует российское кино, например, в контексте реабилитации? Я не хочу испортить... Я не хочу Жене ничем навредить. Я прекрасно понимаю, что его аудитория состоит из очень разных людей. Я отношусь к нему с очень большим уважением. Я... При том, что я очень уважаю его, могу сказать, что не все из того, что он делает, мне нравится. Не совсем я согласен. Я, например, никому из даже самых лучших своих друзей не могу уж, простите, ни за кем не могу признать право без конца материться в эфире. Ну, таковы правила сегодня. Тем не менее. На мое отношение, на моем отношении к Жене это никак не сказывается. Я считаю его очень талантливым, искренним и честным человеком. Не продался он? Нет, он... Безусловно. Но я не хотел бы сейчас, исповедуясь ему вот в такой блогерской любви, не хотел бы ему навредить. Потому что я понимаю, что иногда ему приходится быть в роли хирурга. Он знает, что многие из тех, кто его смотрит, за некоторые из тех вещей, которые он позволяет себе, могут проклясть его, могут отвернуться от него. Он не может позволить себе быть настолько категоричным, как я. Он вынужден... Идти на компромисс. Он должен подавать серверу их совершенно по-другому. И поэтому я не буду говорить, что BadComedia наш, предположим, потому что это может быть неправильно понято. Во-первых. Во-вторых, может быть, и я ошибаюсь в этом. Может быть, все не так однозначно, не все не так одномерно и однолинейно. Но, безусловно, это один из самых талантливых наших YouTube-современников. И с любым из тех, из кого вы меня сейчас заставляли выбирать, я думаю, в паре... Он бы победил. Его сравнивать, сопоставлять абсурдно. Этот человек особняком находится и заслуживает совершенно отдельных слов.